Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня у нас в гостях Виталий Геннадьевич Стрюков, начальник третьего пульта централизованной охраны, отдела внебедомственной охраны по городу Рязани. Здравствуйте! Здравствуйте! Виталий Геннадьевич, 29 октября прошел ваш профессиональный праздник, 63-й годовщины со дня основания внебедомственной охраны в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, об истории создания ведомства. 29 октября 1952 года в МВД были переданы функции сторожевых подразделений. То есть, если ранее, до этого и даты, торговые объекты, складские помещения охранялись местными сторожами, то есть, либо подразделений, либо бригадами сторожей, либо сторожами, которые работали в этих организациях. То с этого момента все функции по охране данных объектов были переданы сторожевым бригадам, входящим уже в систему МВД России. Позднее, вот эти, кроме физической охраны, сторожевыми постами, с течением времени развивалось направление культов централизованной охраны. То есть, переходили от физической охраны к охране данных объектов техническими средствами. 29 октября 1952 года было постановление Совета министров СССР на то время об образовании внебедственной охраны. А в Рязанской области управление внебедственной охраны образовалось месяцем позже, 30 ноября того же года. И это было связано с чем? С задержкой, скажем так, потому что после принятия законодательного акта должно пройти время на организацию структуры. Что еще входит в ваши функции с тех времен? Что еще в вашем? Что поменялось? В настоящее время в функции внебедственной охраны входит охрана объектов различных форм собственности, а также квартир и иных мест хранения личного имущества граждан на договорной основе. Кроме всего прочего, осуществляется охрана перевозимых грузов, то есть, и также внебедственная охрана, она входит в полицию общественной безопасности, то есть, занимаемся охраной общественного правопорядка. Во время мероприятий каких-то? На постоянной основе. То есть, мы выполняем, скажем так, функции по пресечению административных правонарушений и уголовных преступлений. Ну, может быть, какой-то отчет уже за 10 месяцев текущего года прошедших есть у вас? Какие-то цифры? Ну, на сегодняшний момент у нас под внебедственной охраной или подразделением внебедственной охраны охраняется свыше 3300 объектов различных форм собственности, а также около 2700 квартир и 700 иных мест хранения личного имущества граждан. Взаимодействуете ли вы с иными силовыми структурами? Какие работы вы совместно проводите? Ну, как я уже сказал, то есть, внебедственная охрана входит в единую дислокацию и является подразделением полиции общественной безопасности. У нас проводятся совместные рейды с сотрудниками ГИБДД, инспекции по делам несовершеннолетних. Вот только на данный момент сейчас закончилась операция улица, то есть мы осуществляли охрану общественного правопорядка на улице города Рязани. Входят ли ваши обязанности соблюдение несовершеннолетними комендантского часа? Да, это входит также в наши обязанности. Может быть, какие-то данные у вас имеются? Ну, скажем так, данные у нас постоянно меняются, то есть проводятся рейды. Вы вышли в рейд. Что входит в ваши обязанности в этот момент? Просто соблюдение безопасности или же у вас какие-то полномочия есть? Мы ходим в совместные рейды. Это как? С одной стороны, мы осуществляем безопасность, потому что инспектора по делам несовершеннолетних чаще всего девушки, правильно? Вот. С другой стороны, мы и сами работаем в данном направлении, то есть соблюдение комендантского часа – одно из наших направлений деятельности. Некую профилактическую работу в городе вы ведете? В каждом из районов города Рязани существуют поднадзорные лица, то есть лица, которые судом были ограничены в своих правах. Вот. Мы работаем и в этом направлении. Соответственно, то есть отслеживаем соблюдение, имея режима. Виталий Геннадьевич, вот вы сказали на договорной основе. Что это значит? Внественная охрана осуществляет свои функции на договорной основе. То есть люди, она приносит доход. Мы заключаем договора как с коммерческими организациями, так и с госструктурами на охрану объектов. То есть у нас существуют тарифы, соответственно. Ну и мы единственная структура, наверное, в системе МВД, которая приносит реальный доход. В свое время она была даже самоокупаемой. А что касается частных охранных предприятий, их сейчас очень много у нас в области. Они создают нам здоровую конкуренцию. Стараемся работать лучше, чем они. Потому что все-таки сотрудники полиции, они проходят профессиональный отбор, профессиональную подготовку. Соответственно, вооружены, соответственно, экипированы, вооружены табельным оружием. Ну и, соответственно, клиенты у вас уже посолить не будут. Мы принимаем, то есть заключаем договора с любыми, как и гражданами, так и... Ну и что касается организации неких банков и так далее. Расценки зависят от... То есть существуют утвержденные тарифы. А расценки идут от 150 рублей за охрану. В месяц? В месяц, да. То есть это вот чисто оплата услуг охраны. Вот. В зависимости от того, какое оборудование установлено, расценки могут быть чуточку выше. То есть... И также зависит от метража. Если квартира имеет больше 200 метров, то есть, соответственно, сумма повышается. Ну, в частную собственность в это понятие входят также, например, гаражные кооперативы. Также производим охрану гаражей, кладов, отдельно стоящих коттеджей и так далее. Это все сигнализации или тревожные кнопки тоже? Тревожные кнопки могут быть установлены на данных объектах. Можно... То есть оборудованием техническими средствами охраны с подключением на пульт централизованной охраны. Виталий Геннадьевич, ну, вернемся к вашему профессиональному празднику. Как его вообще отмечали? Как-то, может быть, отметили передвиков, тружеников ваших? На руководство управления отдела внешнеохраны отметило особо отличившихся сотрудников. Были вручены почетные грамоты, объявлены благодарности. Ну, вот в нашем отделе 8 человек. Ну, это достаточно. Это достаточно. Вы уходите в их число? Мне была вручена медаль за отличие второй степени. Ну, наверное, я бы хотела вас попросить, чтобы вы поздравили своих коллег с праздником. Поздравляю всех сотрудников и работников вневедомственной охраны с профессиональным праздником. Желаю здоровья, творческих, трудовых успехов, а также семейного благополучия, ну и еще раз здоровья. Спасибо вам большое. Наша телекомпания в моем лице поздравляет вас, ваши отделы, городские, областные. Вы, ребята, молодцы. От вас, конечно, зависит наша безопасность, безопасность наших детей и наших домов. Спасибо за ваш труд. Пожалуйста. Это была программа подробностей. Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго.